Глава региона подвел итоги работы ульяновской делегации на Чебоксарском экономическом форуме. На площадке форума удалось закрепить ранее достигнутые договоренности о сотрудничестве между регионами. Среди первых практических результатов договоренность ульяновских предприятий о поставках комплектующих для ряда чувашских предприятий. От вопросов межрегионального сотрудничества губернатор перешел к актуальным задачам внутри региона. Особенно актуальной для нашей области является бесперебойная работа автомобильной промышленности, одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей. В регионе порядка 400 производств, занятые в этой сфере. На них трудится более 22 тысяч человек, в том числе 6 тысяч работников, задействованных в производстве материалов и комплектующих для автоваза. В связи с возникшими проблемами поставок сырья и комплектующих, уходом с рынка ключевых заказчиков, многие наши предприятия и автопромы временно перестановили свои производства. Основная их часть находится в Демитровграде. Сейчас мы прилагаем все усилия для сохранения рабочих мест. В Ульяновской области начались работы по очистке русла реки Волга в районе Юрманского залива и русла реки Свияга. Задачи решаются по федеральному проекту сохранения уникальных водных объектов. Общий объем финансирования составляет более 100 миллионов рублей. Федеральные средства направлены на разработку проектно-сметной документации и расчистку русел рек. Общая площадь работ составит более 50 тысяч метров квадратных. В заключительном этапе вся растительность, которая будет изъята с тела залива, будет вывезена на полигон для последующего захоронения. В 2022 году по указанию президента России полным ходом идет программа дегазификации населенных пунктов Ульяновской области. Дегазификация предусматривает подведение газа до границ домовладений в населенных пунктах, где газ уже есть, но по каким-то причинам отдельные улицы или кварталы им не обеспечены. По итогам инвентаризации было выявлено 290 населенных пунктов и 5367 домов, куда необходимо подвести газ. Доведение газа до границ домовладений финансируется за счет бюджета. Далее жители проводят газ в дома за свой счет. Тем, кто нуждается в финансовой помощи, правительство компенсирует затраты на проведение газа. Фактически более 2,5 тысяч договоров уже на сегодняшний день отработано и подведены сети. И более тысячи домовладений получили газ на сегодняшнюю дату. В прошлом году на цели поддержки за счет социальной защиты было направлено более 32 миллионов рублей. И выплаты в среднем составили 42 тысячи рублей. В этом году наша социальная защита планирует более 65 миллионов рублей направить на эту социальную поддержку. На территории Ульяновской области реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Цель нацпроекта – достичь к 2024 году ежегодной величины роста производительности труда в 5%. Основной инструмент в реализации проекта – вовлечение крупных и средних предприятий в решение его задач. Из главных вех 2022 года является создание учебной производственной площадки «Фабрика процессов», на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимание, как улучшение влияет на операционные и экономические показатели деятельности участников проекта. На территории Ульяновской области также успешно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда». До 2030 года в рамках проекта стоят задачи по улучшению жилищных условий населения. Строительная отрасль при этом должна стать современной. Города красивыми и комфортными, избавленными от аварийных домов. Мы до 2030 года в регионе планируем улучшить условия 440 тысяч семей и построить более 9,5 миллионов квадратных метров комфортного жилья. Это практически в среднем 1 миллион в год. В этом году мы взяли на себя обязательство построить 800 тысяч квадратных метров. На заседании штаба также обсудили ход детской летней оздоровительной кампании. Она проходит без происшествий. Текущую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции. 3 июля в 17.00 в Ульяновске на стадионе Труд состоится открытие универсиады. Церемонию проведет знаменитый комментатор МАЧ-ТВ Георгий Черданцев. Для гостей и зрителей выступит певец Бурита. Ульяновцев приглашают посетить мероприятие. Вход на него будет свободным для всех желающих. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.